Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего Милосердия. И я с вами, отец Якуб, продолжаю мгновенную Божьему Милосердию. Сегодня седьмой день. Иисус просит, чтобы ему привести души, которые особенно чтут и прославляют его милосердие. Из дневника святой сестры Фаустины Ковальской. Номера 1224-1225. Сегодня приведи ко мне души, которые особенно чтут и прославляют мое милосердие, и погрузи их в него. Эти души наиболее скорбели о моих страданиях и глубже всего прониклись моим духом. Они являются живым отражением моего милостивого сердца. Эти души будут сиять особенно ярко в грядущей жизни. Ни одной из них не коснется адский огонь. Каждую я буду особенно хранить смертный час. Всемилосерднейший Иисус, сердце Которое само-любов, прими в обитель Своего всемилостивого сердца души, которые особенно чтут и прославляют величие Твоего милосердия. Эти души, будучи могучей силой самого Бога, среди всех мучений и преград идут вперед, уповая на Твое милосердие. Эти души соединены с Иисусом и несут все человечество на Своих плечах. Они избегнут сурового суда, и Твое милосердие объемлет их в минуту смерти. Отче предвечный, взглянь око милосердия на души, которые прославляют и почитают Твое величайшее достоинство, Твое неисчерпаемое милосердие, заключенное во всемилостивом сердце Иисуса. Эти души являются живым Евангелием. Их руки полны дел милосердия, а сердце исполненной радости поет Всевышнему песнь милосердия. Молю Тебя, Боже, окажи им свое милосердие согласно надежде и упованию, которые они на Тебя возложили. Пусть исполнится на них обещание Иисуса, сказавшего, «Души, которые будут чтить Мое неисчерпаемое милосердие, я сам буду сохранять в жизни, а особенно в часть смерти, как свою славу». Души, которые особо прославляют Божие милосердие, которые чтут Божие милосердие, сегодня будем молиться именно за тех, которые для Иисуса являются особым утешением. Они, как говорит нам Иисус, наиболее скорбели в Его страданиях и глубже всего прониклись Его Духом. Тот, кто хочет почитать Божие милосердие, тот, согласно словам Иисуса, должен постоянно быть, присутствовать, скорбеть о Его страданиях, должен проникнуться Его Духом, тем Духом, которым Он отдал самого Себя Отцу. Эта близость с Иисусом, человека, который почитает Божие милосердие, должна распространяться на всю жизнь. Этот человек, кто-либо, кто хочет быть почитателем Божьего милосердия, он не может лишь только останавливаться на каких-то духовных аспектах, на каких-то молитвах или словах. Мы видим, что пребывание вместе с Иисусом делает человека каким-то способным для того, чтобы преграды идти вперед, потому что Божие милосердие Его сопровождают. И опять, это становится только возможным, потому что эти души соединены постоянно с Иисусом. Достаточно ясно сказано также здесь, что эти души несут на себя все человечество. Они своими молитвами и страданиями участвуют в этом примирении человечества с Богом. И кроме того, являются, как дальше здесь сказано, живым Евангелем, благодаря которому другие могут прийти к Богу, могут обнять это милосердие, принять Бога как несурового судья, только только того, кто хочет оказать им милосердие. Дорогие, все это потому, что преображающей силой человека, почитающего Бога, Божьей милосердие, является оно, само милосердие, близость к сердцу Иисуса. Каждый из нас в своей жизни где-то встретил какого-то человека, людей или группу, или общину, которые ему как-то показали путь к Божьему милосердию. Может быть, это конкретно нечего, а может быть, это даже наша община Божьего милосердия, где здесь мы все вместе стараемся идти навстречу Господу, открывая себя и наполняя себя Его милосердием для того, чтобы быть живым Евангелем для других. Помню, в моей жизни был такой человек, который где-то в молодости, когда я ходил в паломничество пешком, он всегда присутствовал, учитель в железнодорожном техникуме, а имя ему было Юлиан. Всегда ходил с иконой Божьего милосердия, тогда еще не совсем это все было известно, и всем нам рассказывал и о явлениях Иисуса сестры Фаустини, и учил названчику Божьему милосердию, и показывал нам пути этого милосердия. Но самое прекрасное свидетельство он давал в своей жизни, потому что это был человек глубокого доверия, оптимизма и надежды. Я его таким помню. И он для меня и для многих моих друзей того времени был величайшим примером, что значит почитать, прославлять Божие милосердие и как этим милосердием жить. Сегодня Иисус призывает нас, чтобы мы всех этих дорогих нашему сердцу людей принесли и предали Его милосердию. Давайте помнить также о том, что и община Божьего милосердия, наша с вами община, каждый брат и сестра является сегодня вот в седьмой день мгновенной Божьему милосердию предметом особой заботы и памяти Иисуса. Если Иисус сегодня призывает нас, чтобы мы молились, да, молились, а тех, которые чтут Божьей милосердие, он помнит также о нас, о нашей общине. Он хочет, чтобы все молились за нас. Вот наша ответственность, конечно, как мы будем в жизни своей исполнять ту миссию, которая так конкретно в сегодняшнем седьмом дне мгновенной Божьего милосердия описана. Будем молиться поэтому за души, которые особенно чтут и прославляют Божьей милосердие. О, кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Слава Иисусу Христу